Девушки отдыхают 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 Ты можешь стоять, ты же инвалид. Ты к креслу прикована инвалидному за все свои гадости. Так, ну-ка сядь, ты не можешь ходить. Ты не имеешь права ходить, гадина. Ну-ка сядь, вот твое место, вот твое место, слышишь? Ах ты, ах ты сволочь, ах ты пакостница, ненавижу тебя. Не имеешь права, ты не имеешь права, не имеешь права, ты! Ты бежишь! Я это ты, я это ты. Я это ты, нет, не задушишь, потому что нет меня. Никто, кроме Валюши, меня не видит, никто. Нет, что ты такое говоришь? Не уничтожить тебя меня, не отпилить, не вышивырнуть. Я, я твой черный гост. Нет, нет, я, помнишь, как мужа бежала со второго этажа, упала, ушибами отделалась, а меня в инвалидное за все свои грехи. Нет, что ты такое говоришь? Зачем ты досочиняешь гост? Говорю, потому что ты вспоминать много я хочу. На поправку идешь, скоро с сыном отдыхать уедешь. Нет, нет, Витенька далеко не приедет. А он и не уезжал никуда. Он два раза в сутки себя навещает. Ты когда руку к уху подносишь, чтобы якобы по телефону с ним поговорить, да мимо него смотришь, он рядом стоит, плачет всю ночь, там хрюпает. Зачем ты все это говоришь сейчас? Правда, правда мне нужна, признай меня. Нет. Признай меня. Нет, признай, признай, не признай. Нет, признай, не признай, не признай, не признай. Что разбит дух с телом попал. Я знаю, признай меня, признай меня. Ты одна меня понимаешь, Биака, я без тебя жить не смогу. А ты и не живешь. С прежней реальностью ты лишь есть как раз осталась. Ну и пусть не. Но мне это ведь хорошо. Да, Оля, как же хорошо, коли отчаяния с улицы разили. Только ты там, а здесь внутри, хорошо, уютно. Биака, я ведь уже шесть лет чувствую вкус, когда ем. А в той жизни, после того случая, я перестала вкус чувствовать. Я еду только за тем, чтобы не умереть. После какого того случая? Не помню, не помню, я не помню, я не помню, Биака. Давай-ка, милая, в шашки сыграй. С конца начнем. Хот, я у тебя появилась пакостная, злоднеглатая. Еще, Хот, понимающая тебя, я ни с кем не могла так откровенно, искренне говорить. Как сама с тобой. Нет, это дозволительный. Еще, Хот, муж твой умер. Одна ты осталась. Вкус, свобода, ветер свежий. Ветер-то пьяный, души от тела не отделит. Вот она, дамка. Наташа, ни радости с ней, ни свободы. А у меня тоже есть дамка, сыночек мой. Все плохое перед материнским чувством отступает. А когда Наташа жива была, она и над этим твоим чувством власть имела. Что она хочет от меня? Помочь. Ну что она хочет? Она помочь. Она же матерью себя считает. Она мне своей помощью всю жизнь исковеркала. Ох, застыхивай, картинки-то в голове. Говори, как исковеркала. Говори, говори, говори. Я не хочу. Говори. Я не хочу. Коли, сейчас ты скажешь, да как застыкнике, как вы черный, косный, сбросить. Да поспорил он на меня. Андрей, который в училище со мной учился. Я же серой мышкой была тогда. Недотрогай, казалось. Вот и поспорил. А на деле-то какая же я недотрога. Меня же и уговаривать-то долго не пришлось. А потом он на меня даже и не смотрел. А я, я его сына под сердце носила. Ой, как я переживала тогда. Наташа-то узнала, когда уже поздно было аборт делать. Ой, как она кричала. Как она кричала. Полотенце меня било. Я на помощь отца рассчитывала, а он молчал. А потом у тебя только Наташа не была. И в училище у нас, и дома у Андрея. Дома она кричала, что он наркоман и алкоголик. Но, наверное, это было правдой. Потому что только этим можно объяснить то, что потом произошло. Стены белые. У окошка солнца светит только не греешься всем. Я все на кровати лежала. Мысли не было. Отец сказал, чтобы я гнала страхи из головы. Я гнала, я гнала, гнала страх этот. Стены белые, серые, черные. А началось все в 4 утра. Ой, больно как. Ой, как больно. А доктор говорит, милая, ну еще больнее будет. А я сама, доктор, я сама, я сама. Я сама буду рожать. Сама. Ну хорошо, хорошо, милая. Сама, сама. И правда, я же все вытерпела. Я все вытерпела. Я даже не кричала. Я только стонала. Родила сына. Доктора мне сказали, что сын, а в руки мне его не дали. Я не понимала, почему. Все детишки вокруг кричат. Я слышу, что мой тоже плачет тоненько так. А все равно не дай. Отвезли в палату. Я там целый день сидела на кровати, смотрела в окно. На березу. А она на меня. Стены белые. А на третий день. Принесли мне ченечка моего. Дают сверток. Крохотный такой. Я спрашиваю, а почему он такой крохотный? Разворачиваю. А ножек у моего сыночка нет. Совсем нет. А доктор говорит, такое случается. Бяка, вот у тебя ножки есть, а у него нет. А доктор говорит, случается такое. Случается. Бяка, у меня же ни одной мысли, ни одной мысли не было, чтобы крошку свою бросить и в больнице оставить. Ни одной мысли. Наоборот, я же такой нежностью наполнилась. Такой любовью к сыночку своему. Я же на все ради него была готова. А потом, потом Наташа пришла. И говорит, придется нам от этого маночка отказаться. Ему в специальном заведении будет лучше. Я как одержимая стала кричать, нет, нет, нет. А она? Она всех из палаты выгнала. Нагнулась на дно и стала шипеть. А ты кого хотела от наркомана родить? А шлюха? Ты с выродкой нагуляла. Теперь хочешь его домой притащить. Ты представляешь, блядь, какие слова она говорила. Я тебя по миру пущу. Пока Наташа с отцом меня одевали, вещи мои собирали. Все наберу, смотря. Она листьями шерестела и спрашивала. Как же ты можешь? Как же ты можешь из больницы уходить одна? Без малыша. Без малыша. Я почти год после того молчала, бек. А Наташа меня через двое замуж выдала. Я тогда уже вкус перестала чувствовать и забыла все. Все делала, как она хотела. Вот так жизнь мимо и проходила. Пока Витюша не родился. А однажды держу я сына на руках, а в квартиру вваливается какой-то мужчина. Спившийся такой, небритый, с букетом ромашек. Андрей это был. Он тогда все ползал на коленях передо мной. Прощения просил, плакал, пока муж его не выступил. А я тогда даже не понимала, кто. Отец мой умер, но успел научить меня, бека, отгонять страхи и мысли. А я вот что поняла. Если страхи с головы гнать, они же не уходят. Они только глубже в твою душу вылезают и начинают ее распутывать, узлами связывать, никуда не деваются. Только ждут моменты, чтобы вырваться и искалечить тебя жестоко. Вот, научилась я свои поступки забывать, и теперь думаю, зачем я жила. Ведь жизнь это назвать невозможно. А может быть, это чья-то чужая жизнь была. А может быть, это чья-то 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 не может. А может быть, это чья-то чья-то не может. А может быть, это чья-то не может. А может быть, это чья-то не может. Что с тобой? Яка, что с тобой? Прощай. Отпал твой черный хвост. Нет, нет, не надо. Яка! 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 Мама Привет Мама, ты меня видишь? Вижу Вижу собаку И любуюсь, какой же ты у меня красивый А я весны принес Я чувствую Листочками зелеными пахнешь На улице правда клево Птицы радуются, в лужи вкупаются Я с ними тоже солнышку порадуюсь Обязательно А листочками не от меня пахнет А от соседа твоего Андрея Николаевича что ли? Да, он же у вас тут царь природы Сейчас видел, как он с геранью в холле разговаривал Он мне вчера цветы подарил Мам, так они же искусственные А мне вчера казалось, они пахнут Вот эти пахнут Господи Какая прелесть Ну какой же ты у меня замечательный выраст, а? Я же не верю Как вырастили, так и живу Ничего удивительного Мам, как соседка? Кто-то не соседка, сынок А кто? Чистое зло Прикольно Дома чисты, ни пылинки, ни пятен, ни грязной посуды А внуков там нет еще? Надеюсь Нет, ну я работаю в этом направлении Хорошо Нет, ну правда там есть уголек Уголек, а говоришь чисто Нет Уголек это из семейства кошачьих Я его в лужицу нашел Он мне сидел там и говорил Брат, помоги, а то меня или машины задавят, или собаки пород Ну как я мог ему отказать? Ты же всю жизнь всякую живность таскал домой Уж кого бы у нас не было Только собаки, кошки, голуби подбитые, черепахи какие-то Я еще удивлялся Как вы мне разрешаете все это? Да потому что нам, сынок, в детстве не разрешали Да А помнишь, как отец удивился, когда А пират ему пришел Да, да, да Он тогда еще понять ему, когда собака это Япония Мам, ну что, пойдем домой Да, сейчас, Итинка, ты присядь, не торопи меня Не так непросто с этим местом расстаться Хорошо Ты вещи собрала? Да Все? Нет, кое-что осталось, я пока не знаю, собирать, забирать с собой или нет Мам, надо все забрать, а потом ненужное выкинуть Да, только трудно это, сынок, ненужное выкинуть Что? Ничего Да не волнуйся, я не брежу Вот так Ты грустная, Марк Устала я что-то От себя самой устала Ты от своей соседки к нам сюда не совсем? Обратно уже правду не пусть Какая правда С таким трудом найдены Значит, нашла У меня два сердца Для двоих ребят Но вернуть второго черта не хотят Я дарю всю нежность только одному Мыслей про второго заключить в тюрьму Скажи, что такое? Это что такое, а? Это... Это ты мне пела, когда я был маленький Вспомнишь? Вспомнил Господи До конца никак не могу дойти Светом бы не захлебнуться Ну ладно, мама Поехали домой Куда мы поедем? К Андрюхе К брату моему Его в честь отца назвали Он меня... Он тебя искал, он нашел меня Представляешь, клевый парень Мам, представляешь, он без ног а танцует Тихо, тихо, тихо Мам, тетка твоя покалечена после этой новости не вернется? Нет, что ты, сынок, нет Ей теперь здесь совсем нечего делать Но я не заслужила это, да? Я заслужила Да, заслужила, мама Пойдем к нему, с вами, пойдем Пойдем Оставь, я сам донесу Пойдем, скажи, идем Спасибо parsе Спасибо всем пока Спасибо 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 КОНЕЦ Ой, простите, вас так быстро заселили, я этого не ожидал. Мне тут надо одну вещь забрать. Мать твоя умрет скоро. Почему? Путь пройден, свободно теперь. А бабкин портрет тебе ни к чему. Если бы не эта сука, ты бы со своим братом вместе рос. Кто вы? Образ. Проекция подсознания твоей матери с густкой нерви. Выбирай. Чистое зло. А что такое чистое зло, сынок? Может, просто метод познания добра? А значит, путь к свободе? Продолжение следует... А я думал, только мама вас видит. Ты передай, что любое произведение автора становится самостоятельным. Просто так не исчезнет. Значит, и вы не собираетесь исчезать. А зачем? Сюда еще кого-нибудь поселят. Снова польза от меня будет. Всего вам. Оставь портрет. Зачем? Для подзарядки. Не оставлю, это бабка моя. Она же тебе столько зла принесла. А я прощу. Ух ты, ух ты, парень. Еще раз хвоста решил прожить. Чистеньким хочешь остаться. Не выйдет. Посмотрим. Ага. Дьяволу привет. Передам. Передам. Ну ничего, я терпеливо его дожду. Я подожду. Отпеливо его дождь. Приятного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аплодисменты. Спасибо.